всем привет я начинаю новый влог и хотела начать со слов благодарности всем девчонкам и мальчишкам которые мне писали поздравления всем огромное огромное спасибо я получила столько приятных слов и пожеланий что мне было очень очень приятно я хотела всех поблагодарить это конечно дорогого стоит когда малознакомые люди тебя поздравляют это конечно очень очень приятно всем большое большое спасибо каждого целую обнимаю я очень рада что в моем окружении пусть это даже виртуальное окружение есть такие замечательные люди всем спасибо вот начну я у нас покупочек давно у меня не было я их забрала на прошлой неделе но так как на выходных я отмечал день рождения у меня было день рождения 7 апреля воскресенье вот и я ну уже закончила тот влог так вот как четверг там доснимала пока упаковывала заказы и больше уже не снимала потому что некогда было там готовила и некогда этим этим в общем было заниматься вот поэтому я решила все-таки это в новый влог включить и сейчас вам все покажу что же мне пришло я заказывала на озоне но это посылка шла с китая она в принципе ну наверное шла около месяца я наверное сразу покажу как это должно выглядеть в тандеме в общем специально я купила вот такие скетчбуки которые я вам показывала горизонтальные вот планировал я эта покупка такая для рисования здесь есть масленка вообще обычно для живописи в маслом мы используем такие когда сюда тройник наливаем и ну там макаем когда пишем масло вот но здесь она я так понимаю просто предложено как вариант для водички вот ее можно сюда допустим одеть вы писать с этой стороны вот и потом поменять и самое главное тут идет такая мини-мини палитра таким симпатичным дизайном железная коробочка такая прям маленькая ну то есть ее собой удобно брать она открывается и вот так выглядит внутри то есть там мы помещаем акварельной красочки здесь у нас получается 9-10 штучек здесь есть маленькая губочка об которую можно вытереть кисть ну можно так сказать лишнюю влагу убрать здесь такая небольшая палитра на ней видимо защитная пленка которую мы сейчас снимем это такой наборчик для мини пленера для акварели вот здесь есть маленькая палитра и вот эта штука я не знаю на самом деле зачем она нужна может быть сюда кисть можно положить как-то или зачем я не знаю и она так вылетает к при открывании вот и в тоже в комплекте идет большой такой зажим который пристегивается здесь него такая симпатичная штучка вот и с обратной стороны огромный такой магнит вот мы эту нашу палитру примагничаем одеваем на скетчбук мы это одеваем на скетчбук и можем быстренько пока кисти тут для масла конечно быстренько что-то зарисовать в дороге вот так что здесь место мало они занимают возможно в принципе если у вас будет кисть с резервуаром без вот этой штучки для воды обойтись ну или какой-то стаканчик можно там где-то попросить если вы где-то в кафе на отдыхе или еще где-то но мне не нравится естественно этот зажим тем что он будет оставлять на кожной обложке такие полоски вот либо надо чем-то чем-то прокладывать либо просто на листы одевать можно так вариант да конечно менее устойчивость болтается немного вот я думаю тут тоже в принципе можно будет подписать можно чуть повыше поднять чтобы она не мешалась вот ну и так на таком небольшом скетчбуке либо взять еще поменьше такой половинку здесь у нас получается 15 на 20 прямо такой там 10 на 15 взять и вообще будет классно ну либо вообще совсем есть маленькие такие квадратненькие скетчбуки совсем карманные то с ними тоже будет удобно давно я хотела такую штучку интересную мне кажется будет удобно с собой куда-то в поездке и в отпуск брать такую штучку маленькую бросил в карман кисточку и там какой-нибудь скетчбук можно даже взять не такой с твердой обложкой до какой-нибудь мягкой обложкой и в задний карман джинсы там за положить положить и все и можно что-то быстренько наваять ну а там стаканчик с водой можно в любой кафешке попросить я думаю с этим проблем не должно быть так что буду обязательно пробовать и покажу вам потом обязательно результат так это я пока убираю заказал я их на зоне по вам даже сказала ссылочки я оставлю в описании если нужно вы хотите тоже выбирайте вот следующее я купила это у нас получается хабаничи да да киндер это другое это хабаничи в общем девушка в телеграме продавала блокноты от хабаничи я решила долго я на него смотрела меня не отпускала вот это ботаническая иллюстрация я таки обожаю вот и я решила ее все-таки заказать стоил конечно он не дешево 2350 рублей вот но он вроде как говорят что у них супер тут супер-пупер бумага я его себе заказала для чего у меня заканчивается мой от малески на блокнот у меня черная твердая обложка я давно уже уже показывал я в нем веду личный дневник у меня там уже осталось прям немного листов и я решила что у меня что-то нужно в продолжение я хотела такой же малескин купить и в нем продолжать так также писать чтобы у меня одинаковые обложки потом стояли в шкафу и я радовалась жизни вот но этот мне все покой не давал я решила все-таки купить вот ложку у него глянцевая такая как с ламинации односторонней внутри у нас форзации тут такие бежевого цвета и идут листы в мелкую клетку тут наверное миллиметра 3 вот они прям такие тоненькие возможно я здесь буду поменьше клеить наклеек потому что в том блокноте я прям много их клеила вот здесь так как у нас и идет тоненькая такая сама обложка он в принципе здесь листов много но из-за того что бумага очень тонкая здесь на кстати разных цветов идет клетка это на самом деле не очень нравится я предпочла одного цвета ну ладно тут что есть то есть вот из-за того что бумага здесь прям такая тоненькая полупрозрачная он такой с учетом того что здесь много страниц он достаточно тоненький вот я думаю что возможно я здесь буду буду какие-то наверно наклейки клеить но прям по минимуму вот и буду здесь вести свой продолжать личный дневник и девушка мне еще подарок положила такие ботанические наклейки вот так что будут куда-нибудь тоже применять следующее что я заказывал тоже на озоне в общем у меня есть в планах купить себе фотоаппарат чтобы снимать с двух сторон с двух планов чтобы видео было более интересное вот ну и на телефоне постоянно память заканчивается и я хотела чтобы не было ну такой аппарат который ведь ну видео фото делает либо только видео потому что фотографируя в самом на телефон на котором все видео будет храниться и телефон не будет так забиваться память у него вот я несколько раз заказывала на озоне фотоаппарат определенный самый простой наверное из тех что есть без зеркальных фотоаппаратов но там у меня несколько раз не выходила потому что цена была очень низкая и я так понимаю что это какой-то какие-то махинации столь из продавцов у продавцов китайских то ли нет в общем ты оплачиваешь товар он неделю пытается отправиться в итоге он не отправляет тебя опять возвращаются деньги вот на неделю ты сидишь и ждешь вроде как товар а и он не отправляется и деньги и у тебя ну как бы взяли но они конечно потом возвращаются с этим все в порядке но все равно не очень приятно я в общем несколько раз такие фотоаппараты заказывала начала я от 25000 закончила там 38 по моему и в итоге так мне автоаппарат ни разу не отправили вот к нему я уже выбрала себе трипод чтобы удобно выдержать здесь есть пульт знаете я покажу вот внутри под конечно же отправили все с ним хорошо у него здесь вот идет петелька которую можно одевать на ручку чехол такой достаточно плотный вот инструкция и сам сам трипод вот у него здесь вот этот пультик снимается вот и можно ставить на камеру а это все одевать и куда-нибудь ставить здесь есть много всяких регулировок прикручивается откручивается есть пульт для удаленного доступа в общем можно приближать и удалять делать записи фотографии и так далее тут две кнопки по моему есть которые или одна которые можно забить под свои нужды какие-то определенные в общем какая удобная штукенция трипод у меня есть а фотоаппарата нет вот ну и в руках он тоже удобно так его держать вот так что я не знаю буду ли я его оставлять возможно его потом выставлю на авито и продам но сейчас у меня есть в планах другой фотоаппарат а точнее не фотоаппарат а это больше камера с этим триподом мне пришла такая рекламка но этот китайские так как с китая все что и пришло она на почту россии то есть не на пункт выдачи озон в общем не пришел такая вот рекламка с той камеры которую я недавно выбрала на которую я сейчас коплю деньги и хочу ее заказать и я вот не знаю нужен ли будет для нее вот этот трипод но я ее закажу в ближайшее время когда получу померю если она будет с этим триподом нормально функционировать и вообще надобность будет в нем то я его оставлю если нет я выставлю на продажу вот это мне кажется очень так символично что именно эта камера здесь на рекламке вместе с этим трипода мне пришла вот так что все таки я наверно останавливаюсь на ней и буду ее покупать вот сейчас жду я уже нашла написала магазины но они ждут новой поставки этих камер это osmo pocket 3 вот я буду ждать как они к ним придут я и обязательно закажу буду ждать вот следующее что я купила сегодня тоже собрала на вал бересе вот такие коробочки их здесь 15 штук но мне была нужна только одна но пришлось заказать их все это металлическая коробочка для упаковки бальзамов всяких наверное самодельных и так далее я ее себе заказала прошлом видео я вам говорила и показывала про свой маленький тюдик походный про про то как что мне сюда нужно будет масленка вот и я ее планировала вот так при ставить наливать туда масло для письма и чтобы она мне удержала и места мало занимала общем я нашла такой замечательный вариант тут по-моему 15 миллилитров ней вот ну к сожалению пожелать 10 штук а или даже по 18 их то вот я планирую либо еще здесь магнитик какой-то сюда сделать чтобы на 100 раз так примагничивать никуда не улетала тоже было бы мне кажется интересно либо сзади его приклеить чтобы она к нему что примагничивалась то есть в уголок тут вставала и никуда уже не девалась вот вот такая мне еще одна покупочка попробуем кстати как она магнитится она не магнитится сната придется два магнита брать и с обеих сторон на саму эту импровизированную масленку и на палитру я сделаю магнитики чтобы она сюда примагничивалась вот сегодня еще кстати один из моих подарков на день рождения был деньги и я их благополучно потратила в магазине художественном и купила масляные краски себе это мастер-класс наша питерская компания которая делает краски вот я взяла два набора так как вот эти краски в маленьких тубах я тоже про них говорила они продаются ну поштучно там было ну буквально там 10 цветов это такие не сильно ходовые я вот эти взяла два на пробу давно смотрела на фиолетовые оттенки потому что у меня их никогда не было не было очень интересно попробовать как это вообще добавить их свою палитру мне кажется очень интересно и так как вот эти маленькие тюбики не продаются ну точнее продаются но очень их мало поштучно я нашла такой вариант как такие наборчики тут идет набор получается я взяла классический здесь как ну такие стандартные цвета и второй набор набор я взяла называется пленэр там еще есть морской там больше синих цветов и есть еще земли армении там много таких коричневых землянистых оттенков возможно есть тоже потом как-нибудь куплю но пока мне кажется и столько цветов мне за глаза тем более на самом деле что я их буду ну активно использовать на улице именно для пленэра вот это у нас получается пленэр здесь есть белила белила очень важны очень нужны они быстро расходуются и всегда пригодятся вот эти мне белила давали где-то подарок когда я покупала какие-то художественные материалы вот я не придала вообще ему значение тогда давно вот а сейчас у меня очень вручает тем что он меня так прекрасно туда входит и будет со мной на пленэр ходить вот в этом наборе пленэр были белила но мне его пришлось взять потому что белила нужны и вот этот классический набор здесь получается основные цвета это вот кадми желтый красный ультрамарин цирулиума такой как больше небесного цвета зеленый да там два коричневых умбра охра и черный вот серая пейна у меня кстати ни разу такой краски не было тоже очень интересно попробуйте вот здесь у нас белила кадмий желтый то есть здесь лимонный а нет здесь светлая здесь темный ну то есть из одинаковых цветов здесь принципе только ультрамарин светлый они даже здесь ультрамарин светлая здесь темный так что они в принципе друг с другом все разные так что у меня будет выбор что с собой взять на пленэр вот ну и здесь также желтый красный два синих зеленый и коричневый черт вот так что для себя я выбрала цвета цвета их буду раскладывать не знаю там так наверное не войдут входить выберу какие-то основные потому что все равно все цвета уже не войдут несколько штук сейчас мы посмотрим сколько у нас здесь влезет наверное по 4 штуки вот в эти отсеки пойдет пока так просто положу их попробуем закрыть да вот по 4 штуки то есть получается 8 цветов у нас здесь помещается больше не войдет либо можно с собой что-то еще взять какую-нибудь сумочку и в нее туда сложить если вам какие-то прям острые необходимые цвета взять с собой я думаю что можно просто выбрать там 8 оттенков потому что черный допустим черным я редко пользуюсь я стараюсь наоборот какие-то коричневые водители ультрамарин чтобы не в общем такими дырами короче не смотрелись тени и ну и вот где вы хотите черный темный цвет добавить тогда я не знаю куда мне положить свою масленку сейчас будем думать что здесь убирать в любом случае я досниму видео про свой этюдник и вы его можете сможете посмотреть что там у меня на канале вот так замечательно это будет выглядеть все к пленеру я готова так что буду ближайшее время собираться вместе с вами пойдем что-нибудь попишем уже у нас теплеет уже практически весь снег растаял я кстати хотела его сходить пописать но так он за выходные была такая теплая погода что снег практически весь растаял и вся красота которая в нем была тоже растаяла буду ходить искать сегодня пока ехала из города немного пофотографировала что там не встречалась по дороге остатки снега которые так красиво в тени лежат на них падает свет в общем тоже буду их с фотографией придется писать сегодня заходила фикс прайс купила вот такую это кашпо мешочек он такой замечательный матовый получается но он покрыт наверное чем-то вот глиняный очень прикольный мне так понравился я вот тоже себе всегда хочу свой цветочек не муж подарил на 8 марта вот такой цветок я просил его он получается свисает со шкафа у меня мне очень нравится и думаю побольше потом разрастется и будет вообще прекрасно смотреться и для него я как раз и взяла это кашпо посажу его туда и будет у меня тут красиво смотреться еще из покупок с алиэкспресс сегодня я тоже забрала наконец-то на почту смогла заехать потому что наша деревенская почта работает очень своеобразно по несколько часов в день и несколько дней в неделю на к сожалению и не всегда совпадает с моим графиком когда я еду куда-то и сегодня наконец-то я забрала вот три посылки 2 из китая одну хабаничи я увидела на алиэкспрессе его такую прикольную очень удобную линейку она из толстого металла она нужна для того что когда вы обтягиваете обложку это будет очень полезно для тех кто скрабукингом занимается жалко что их раньше таких не было что нам приходилось вручную обрезать подрезать все вымерять и так далее вот здесь линейка выверяя там углы вам можно померить чтобы ровно было закруглить что-то но для этого меня и скруглитель это мне функция не очень нужно самое главное что это насколько нужно обрезать угол чтобы когда ты потом за обтягиваешь обложку бумагой или тканью чтобы у тебя вот этот угол не торчал потом вот этот замечательный уголок как раз для этого придумал то есть мы на угол одеваем так снизу у нас получается ткани или бумага мы обрезаем и хорошо у нас углы наши за загибается вот так что всем рекомендую стоит она там 300 рублей очень даже удобная вещь еще много можно разных функций с ней делать еще кстати удобная штука это вот этот кончик здесь тонкая часть между картонками оставлять пространство когда вы сгибаете именно сам переплет тоже очень удобная штука и еще одна покупочка вот такой замечательный но это я бы не сказал что этюдник это просто как чемоданчик такой travel для ведения для заполнения там блокнота или просто можно как этюдник тоже использовать он весит практически ничего он прям очень такой легкий то есть по сравнению с моим деревянным этюдником он прям вообще пушинка можно сказать него есть здесь такая планочка на которую можно поставить свой блокнотик или скетчбук давайте померяем вот допустим сесть где-то на все ушли-шли вам захотелось что-то написать открыли положили сюда свой скетчбук там или бумагу какую-то или блокнот просто записать и на коленки положили можно записать вот открывается он такой закрывашку и так он выглядит внутри то есть здесь у нас на верхней планке она бархатом каким-то обтянута мне не нравится это я долго узнавала у продавца потому что они выставляют одну и ту же фотографию девушки у которой здесь все так красиво наполнение какой-то блокнот она там сидит в парке и что там записывать вот все это очень красиво но на фотографии у этой девушки здесь кожаная подложка и все это ну я так понимаю какая-то фирменная чемоданчик но так китайцы так не будут делать они все удешевляют вот у них здесь бархат я у него спрашивала у вас здесь кожа он горит да да это вообще одно и то же там и так далее ну короче я заказала в итоге у нескольких продавцов спрашивала в итоге заказала более-менее такой средний по цене не самый дешевый не самый дорогой потому что фотографии они выкладывают одно и ту же прислала присылает одно и тоже точнее на фотографии одно присылает другое а цена там от 1300 до 3000 тут то есть разбег большой сделано на я так понимаю что за 1300 что за три одинаково здесь такие уродские скобы какая-то некрасивая резинка здесь тоже вот это все в общем все это отвратительно сделано я видела что в отзывах приходила вот эта штука ну вот эта сама подложка оторванная у людей там на несколько на клей ну капель клея приклеена и просто там стоит зажимы мне вот эти нравится сама коробка мне нравится вот эту штуку я скорее всего оттуда уберу сделаю подложку из натуральной кожи и красиво здесь все красивую резинку ставлю здесь вот эти наверное оставлю ну резинку тоже поменяю на какую-то более хорошую фурнитура мне здесь нравится в принципе она такого латунного цвета вот в принципе очень даже хорошая так открывается достаточно хорошо и все прекрасно держится вот внизу здесь никаких отсеков нету есть такая палочка для чего она нужна чтобы когда вы закрываете можно было сюда поставить и когда у вас на коленках допустим будет стоять вот эта вся конструкция у вас а здесь есть как ну как столик что она не горизонтально лежит а немного под наклоном я думала что многие видели такие коробочки вот я и тоже планирую задекорировать под такой винтаж под блокнотом не знаю скорее всего наверное такой блокнот больше для рисования нежели для трилл с ноутбука допустим вот вставлю сюда ручки и будет у меня такой походный можно сказать для графики скетч для графики этот этюдник для графики тоже в общем прикольно будет смотреться я думаю вот на этом наконец-то все я начинаю работать сегодня буду оформлять заказы и завтра уже начну все печатать вырезать и как обычно все это красивенько упаковывать кое-как я конечно отковыряла эту штуку вот ну пока выдергивал вот эти все вылетели конечно же вот так что здесь такая права плотная картонка и вот эти штучки сейчас достану это эти железные штучки я их вытащу и потом красиво сделаю в коже отверстие и все вот как здесь было также оставлю только будет вместо этой бархатной подложки натуральная кожа будет красиво не вот эти сейчас клей тут получается вот на пяти кружочках клея было все приклеено так что я сейчас это все уберу и потом уже красиво все сделаю а и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так как у меня коврики уже достаточно старенькие Ну как, не сильно старые, но из-за того, что я их использую практически все будни и дни Они плохо уже липнут Я их прошла с баллончиком Я покупала в прошлом году баллон с клеем как раз для временной фиксации Брала я его на озон Сейчас его там пока нету Ну я как-то потом смотрела, не было его Но я думаю, если такой баллон купить, то его хватит очень надолго Вот, я прошла с этим баллончиком и у меня хорошо стала липнуть бумага к ним Пока я только вот на наклейках проверила У меня почему-то в рабочем деле всегда начинается наклейка Мне почему-то так очень приятно первым делом делать наклейки Конечно же у меня тут не обошлось и без брака Которые тоже я потом буду куда-нибудь в телеграме, наверное, выкладывать Вот, есть еще такой совсем брак, который я уже точно никуда выкладывать не буду В общем, когда я обработала коврик, на нем стали оставаться вот эти вот клеевые такие Я не знаю, будет видно или нет В общем, остается липкий слой Но это вот когда на новых ковриках тоже остается липкий слой Который вот между собой, если их сложить, то наклейки будут отклеиваться И мне его приходится убирать До этого я вот тряпочку убирала Сейчас расскажу второй способ, который более удобный Вот, и я когда с этой стороны убираю, иногда бывает, что заминается лист Вот как здесь, допустим, он у меня замялся, несколько наклеек слетело И здесь вот этот клей остался Вот, такой набор я уже не буду никуда продавать Либо сама я страчу, либо вообще выкину Вот, а здесь у меня, так как первый лист я приклеила еще не на обработанный коврик Он у меня слетел И последний лист помялся в самом плоттере Такой тоже набор я уже не буду никуда девать Так дома оставлю Либо сама я склею, либо выкину Вот, потому что я на самом деле редко очень что-то глажу Вот, у меня есть такая резинка для стирания клея Я ее покупала давным-давно, когда занималась скрабокингом И это была очень удобная штука Что тебе, если нужно где-то клей-момент подтереть Ты берешь вот эту, она такая резиновая какая-то Вот, правда грязненькая вся И ей очень удобно было убирать клей Я тут вспомнила про нее Потому что от именно баллончика Вот, то есть я убрала весь этот липкий слой И она прям хорошо никуда не липнет Вот И замечательные наклейки получаются Вот, я про нее вспомнила Думаю, ну сначала, когда я этот липкий слой начала убирать салфеткой сухой В общем, стала появляться такая, как грязные пятна появляться начали И я решила, что мне срочно надо найти эту резинку Я ее нашла Правда, не с первого раза Вот, и она очень прекрасно убирает этот липкий слой Здесь у меня 4 мм циферки Вот, так что очень прекрасная штука Если для кого-то это актуально Поищите резинку для клея Ну, вот как для стирания клея Ну, я ее покупала в скраб-магазине Еще тогда с Америки привозили разные товары Вот, там я брала У меня даже где-то одна про запас лежит Потому что стоили они, в принципе, недорого Что-то около 300 рублей Или 500 Я себе парочку взяла Одна у меня где-то в упаковке еще лежит Вот, здесь у меня цветные тоже иконки пошли Ну, не иконки, а так С формами Вот, иногда вот, когда я так вытираю Я, бывает, она зацепляется и я, ну, порчу весь лист К сожалению Но вот эта такая резина, она проблемная Она такая липкая получается Потом со временем я ее Кстати, когда рядом с ней лежит что-то пластиковое Ну, это, видимо, с каким-то пластиком она начинает взаимодействовать И она его разъедает Не знаю, как это получается Но, в общем, у меня где-то лежала с какой-то пластиковой В пенале или где-то в коробке С чем-то лежала И, то есть, она его подразъела немного Вот, поэтому я ее завернула Вот в такую у меня была закладка из кальки Я в нее завернула И теперь она в ней хранится Так что я потихоньку делаю наклейки Практически все заказы у меня Вчера девчонки оплатили Один остался Вот, ну, я потихоньку уже начала все делать Также, как всегда, у меня на этой неделе и наклейки, и дашборды, и разделители Буду потихоньку делать Да, здесь у меня все хорошо вырезалось Ничего не съехало Слава Богу Вот это я себе распечатала Потому что у меня уже 8 мм капельки закончились Вот Это цвета Покажу, чтобы было понятней Если вдруг вы хотите такие цвета заказать Вот здесь у меня девушка 4 мм позаказывала И здесь мы сделали микс из разных цветов здоровья В общем, один собрали Так, и следующий лист у меня здесь месяца Тоже мист, такие нежно-голубые капельки, цифры И кофе Вот Я, конечно, заказала новые коврики 30 на 30 Но они мне почему-то очень долго идут В этот раз я их заказала До этого я их заказывала на Алиэкспрессе Ну, и они, как обычно, я их быстро и не ждала Обычно около месяца, наверное, они идут Вот Здесь я заказала на Азоне Они оказались дешевле, чем вот такие 20 на 30 Ну, тут формат типа А4, чуть меньше Вот, они оказались почему-то дешевле Ну, я думаю, возьму Тем более у меня который старый плоттер Он лучше работает с ковриками 30 на 30, чем вот с такими А4 Вот, я думаю, такой закажу Половину просто лифта заклею Чтобы она, когда вырезаются наклейки На них такая, как стружка, что ли, образуется Пластиковая И, ну, почему я здесь заклеиваю скотчем Чтобы сюда не марался То есть он как, ну, как белая Это как, ну, как стружка, я бы сказала так Вот, она образуется И коврик становится менее липким Вот, и я заклеиваю эту часть, чтобы, ну, не портить эту клеевую Клеевую полосочку Хотя она, в принципе, потом все равно не нужна Ну, ладно Вот Сейчас они такие прям хорошо липнут Для временной фиксации Прекрасно Так что рекомендую кому Кто пользуется плоттерами И себе иметь такой баллончик с Вот этим клеем временной фиксации Возможно, сейчас они и на Валберсе можно найти Ну, или в каких-то физических магазинах тоже Вот, в общем, на Азоне я заказала эти коврики И они как-то очень долго идут Я думала, они уже придут на прошлой неделе Но нет Они еще где-то едут в Новосибирске А я в Кемерово Ну, короче, не знаю Надеюсь, они к концу недели уже должны прийти Я думала, я на этой неделе уже буду На новых ковриках работать И не обрабатывала старые Почему-то... Я в прошлый раз пользовалась ими в прошлом году Также, по-моему, осенью Ой, весной Ну, получается, примерно год назад Я обрабатывала все коврики Я их все помыла Обработала Ну, помыла, высушила, обработала И почему-то мне казалось, что надо подождать Какое-то время, чтобы их Чтобы они подсохли Но, оказывается, их там не надо и ждать То есть мы заклеиваем вот эти... Те части, где нам не нужен клеевой слой скотча Я вот малярным обклеиваю Он у меня такой какой-то не очень сильной фиксации Поэтому я его для этих дел использую Вот здесь мы оставляем То есть не тронутую эту часть А эту баллончиком просто запшикиваем и все И у нас хорошие уже практически как новые коврики Но единственное, что вот от них остается вот эта липкая часть На самом материале, который вы туда приклеиваете Но на новых ковриках, которые идут заводские От них тоже остается вот эта липкая штука Так что приходится искать выход из ситуации Вот, и я поняла для себя, что все вот эти трудности Которые возникают во время работы Ну, допустим, да От коврика остаются вот эти липкие Ну, клей остается Надо с ним что-то придумать Раньше это просто тряпочка вытирала Сейчас я додумалась до того, чтобы специальной резинкой это делать Ну, в общем, все трудности дают нам рост То есть мы что-то придумываем, что-то додумываем До чего-то доходим и растем как мастер, как личность и так далее Так, все, эти наклейки у меня готовы Пойду их разложу по контейнерам, кто что заказал И буду печатать следующие листы Решила немного поснимать процесс переделки этого ящика Для Travels ноутбука В общем, я достала вот эту страшную картонку Не знаю, тут то ли картонка, то ли это ДВПшка такая тонкая В общем, там были вот такие пять плюх такой клея В общем, я его кое-как отодрала от самой крышки Вот, получается, здесь места были Ну, то есть там сантиметра, наверное, полсантиметра где-то было этого клея То есть эта деревяшка торчала еще выше Вот, я вырезала прямоугольничек кожи У меня Crazy Horse оставалась Я из нее много уже обложек всяких сделала И к тому же Travels ноутбук у меня тоже есть Вот, даже ни один и ни одного формата Из нее я вырезала прямоугольничек Здесь вставила вот эти зажимчики Как они были все на тех же местах, как и на той картонке Вставила здесь резинку Она, конечно, не скажу, что супер-классная Но то, что есть, то я вставила Вот, здесь эти я вставила, те, которые были Но у меня, в принципе, есть и шляпная резинка коричневая Вот такая Я, возможно, из нее эти сделала Ну, поменяю вот эти штуки Ну, как бы они тут просто сверху одеваются Так что их вообще не проблема будет Если что, поменять уже после приклеивания Здесь я вставила тоже резинку Проделала То есть там она была прибита с скобометом мебельным Вот, вот эта резинка И вот там скобы торчали Они мне, кстати, тоже пригодились Я прорезала, в общем, здесь места Вставила в них резинку, чтобы вот эти концы не торчали Сейчас я их приклею И вот здесь я, получается, прорезала одно отверстие Вставила туда резинку Но чтобы она здесь у меня тут, ну, отсюда не вылетала Я вставила в нее как раз вот эти скобы Я их выпрямила сейчас плоскогубцами И сюда вот вставила И, надеюсь, они сейчас приклеятся И не будут отсюда вылетать Вот, ну, а здесь я сделала, получается, две прорези И вот между вот этим кусочком кожи У меня вот эта резинка проходит Надо ее как следует, конечно, проклеить, чтобы она отсюда потом не вырвалась случайно Вот, так что я сейчас вот эти хвостики приклею Намажу все клеем И буду приделывать ее в ящик Вот, на нижнюю сторону я тоже вырезала кусочек У меня такой У меня он получается вот такой как раз Это, видимо, брюшная какая-то часть или чего Не знаю, в общем Ну, в общем, когда я покупала кусок кожи Там была более плотная часть И вот такая более мягкая И она вот такая неровненькая вся Я ее никуда не использовала А сюда, я думаю, она будет прикольно смотреться В любом случае все это потихоньку поцарапается И будет так классно выглядеть И я думаю, ну, как раз сюда она подошла прекрасно Вот, я ее тоже туда вниз приклею Вот, так что я потихоньку между моим плоттерами Между, ну, в общем, загружениями листов в плоттер Я ее потихоньку доделала Потому что если я загорела с какой-то идеей Мне надо ее срочно реализовать Потому что потом я ее, как обычно, в самый долгий ящик закину И так и не сделаю Вот, так что я хотела быстренько показать Как это выглядит с обратной стороны Вот здесь даже какой-то клей на коже оставался некрасивый Вот, эти штучки я тоже здесь Они далеко торчали Я их обрезала плоскогубцами Вот, так что сейчас все это приклею И хотела еще показать клей Вот так вот он выглядит Который для временной фиксации Ну, изделий Ну, здесь инструкция Я его купала на озоне Вот, ну и все Потихоньку я дальше продолжаю делать У меня здесь есть и косячные листы Вот, допустим, вот я лист загружала в плоттер У меня здесь часть хорошо вырезалась А часть все-таки скривилась И они пойдут в распродажу, в утилизацию Ну, как не в утилизацию, а в распродажу косячных сетов Вот, здесь тоже я хотела сделать один на заказ, один про запас А в итоге он мне тут сместил резку Короче, вот этот лист еще более-менее нормальный получился А вот этот вообще То есть здесь сверху еще тоже более-менее нормальный получились А к низу вообще на пол иконке уехал И тут еще тоже три листа Они будут по 30 рублей по распродаже Вот, а эти по 50 Вот, ну, у меня там еще уже пачка накопилась Так что буду в ближайшее время в телеграме выставлять и распродавать это все Вот так что я потихоньку работаю Все, я приклеила кожанки Ну, получилось это не очень просто, оказывается В общем, я купила новый клей для кожи То есть раньше я клеила вот такой Получается он X009 Кап 30Е А сейчас я купила вот такой САР 306 Тут написано для кожи обуви пивыха Вроде как бы они примерно одинаковые Но вот этот у меня просто подзагустел Поэтому я купила этот в большой банке Я как-то говорила уже, что им удобнее пользоваться Вот, но почему-то вот этот так сильно уж вонючий Этот, конечно, тоже воняет Но вот этот капец как воняет Знаете, как клей-момент Я просто недавно купила клей-момент Ребенку обувь заклеивала И вспомнила, какой он вонючий Вот, потому что раньше мы обложки скраповые клеили на клей-момент Только не на гель А, или хотя бы, по-моему, на гель Ну, короче, на момент Я его тоже какое-то время поклеила Потом от него отказалась, потому что он супер-вонючий Вот, и вот этим я сейчас клеила И мне пришлось открыть окно Потому что вообще невозможно дышать Вот, а этот, в принципе, и более-менее нормальный Вот, но этот такой жиденький Потому что, наверное, еще новый Ну, или вообще он может быть просто другой Вот Я сначала намазала кусок кожи И отдельно намазала деревяшку внутри Вот Кое-где еще появляются пузыри Но я их так почему-нибудь подглаживаю Чтобы они, в общем, здесь не засохли Вот это у нас, получается, нижняя часть И верхняя часть Вот так она выглядит Кожу я еще протру тряпочкой Чтобы она у меня такая посимпатичнее стала Потому что сейчас здесь пока видны У нее полоски всякие, которые я тут На нее Случайно Случайно получились Вот Я потихоньку тут ее разглаживаю Чтобы она нигде пузырями, короче, не высохла И везде приклеилась Вот эти штуки у нас двигаются Здесь, получается, две резиночки Кое-где резинку я случайно ногтями Подпортила Но я думаю, что когда туда вставятся Потом уже ручки И там ничего не видно будет И вообще не страшно Вот, так что Тихоньку я делаю Вроде получается интересно Вот, получается, прям такой, знаете Тревел-планшет, я бы так сказала Или тревел-сумка Достала я себе Достала я свои тревел-сноутбуки Которые вот из этой же кожи я делала Этот, получается, формата А5 Здесь также вставлялись тетрадки А, нет, этот я вообще делала под кольца Вот Так что я сюда просто вставила резинку Причем резинку я сняла вот с этого маленького То есть это был первый Он на резинках Ну, как классический тревел-сноутбук Здесь у меня три тетрадки Которые я раньше делала Сама верстала Сама все делала Печатала Вот такие у меня были Тетрадки разных форматов Ну, не разных форматов А с разными листами Вот здесь у меня резиночка Кожа необработанная Просто кусок кожи без всего И вот эту резинку я отсюда сняла Я такую крепилку сделала Ну, как не крепилка Вот эту вот декоративную часть Повесила здесь часики Мне кажется, очень прикольно Сейчас, в общем, надо ее достать И обратно сюда вставить Потому что этот блокнот входит Сюда тоже формат А5 Вот даже с этими зажимами Зажимы здесь большие Вот эти, которые торчат Сильно много здесь не положишь Вот, ну и тут как бы и не Планируется сильно много складывать Ой, все тетрадки выпали Вот, сейчас мы с вами ее достанем И поставим в тот блокнот Потому что я, по-моему, просто переставила Даже не увеличивала саму резинку Просто переставила и все Так, по-моему, по длине она у нас тут нормально Так, тетрадки у меня Ага, тетрадки у меня тут все прикреплены Аккуратненько их разравниваем Вот эти наши железячки И одеваем Да, она сюда подходит нормально все Так, только единственное я, наверное, ее Нет, все нормально О, нормально Перекрутилась чуть-чуть Вот, так что здесь у меня такая висюлька Здесь кожаное дно получается Вот он кое-где такими как пузырями То ли я много клея, наоборот, туда намазала То ли он, наоборот, это воздух Не совсем понятно В общем, я его потихоньку так выгоняю Чтобы он подклеивался и не пузырился Вот, так что будет у меня здесь мой блокнот Возможно, я туда вставлю какие-то другие тетрадки Скорее всего, это будут какие-то рисовальные бумага На которые я буду делать свои зарисовки Потому что путешествовать мы не так часто путешествуем И у меня нет необходимости Ну, или как нет возможности вести Travels Notebook Именно в том формате, в котором он изначально придуман Как дневник путешественника И вы туда вклеиваете там памятные вещи Какие-то записываете, где вы были Что вы видели и так далее Вот так как мы сидим дома И в ближайшее время пока неизвестно, когда мы куда-то поедем Так что Пока это будет, наверное, рисовальный Сюда я вставлю наверх ручки Ручки перьевые Сюда я пока не знаю, что вставлю Но, в общем, как-нибудь красиво это все оформлю И будет у меня Эта вот палочка Где-то тоже должна лежать Которая, типа, так делается Когда вы что-то собирались Пописать И вот так вставляете Разворачиваете Его на коленке кладете И вот здесь Благополучно на этом Импровизированном столике Пишите Ну или что-то Клеиваете Приклеиваете Вот Так что вот так У меня будет лежать Здесь на эту деревяшку Не знаю, куда видеть Пока пусть лежит Вот Так что я пошла пока обедать А это у меня пусть все приклеивается Надеюсь, все хорошо приклеится Ничего нигде не отворится Будет у меня такой классный Походный Сумочка Сумочка художника-путешественника Я ее так назову Вот Потом Кстати, хотела показать Второй лист Так как у меня вот этих сетов Заказали 20 штук Прекрасное число Для наклеек Вот Я второй лист Я, в общем Ну, у меня на листе Входит 10 сетов Я распечатала два листа И второй лист Получился Весь идеальный То есть я смотрю по углам Если по углам У меня идеальные Ну Вот эти вот Наклеечки То, значит Ну, в середине Понятно дело Тоже все Ровненько Так что второй лист Я потом перепечатаю И Ну На этом, наверное Все уже наклейки У меня будут закончены А, хотя нет Еще у меня один заказ Большой Но он уже готов практически На 4 тысячи был Наклеек Именно И там 10 сетов Подарок Меня попросили сделать На вот этой пленке У которой более тонкая подложка Я еще раз хочу повторить Что Пленка сама Которая сверху Именно вот эта наклейка Они одинаковые То есть я ими пользовалась И теми И теми Когда ты их клеешь на страничку Они одинаковые Там разница Только вот в этой Бумажной подложке Сзади Которую Ну Которую мы потом выкинем По сути Когда все наклейки Истратим Вот Так что Сама пленка Одинаковая абсолютно Она с этим белым Подтоном И та И та То есть Как бы Тут отличий Вообще В самой пленке Нету Только единственное Подложка Что она Чуть потолще А та потоньше Вот И девушка Меня попросила Сделать ей 10 сетов Идут в подарок От 4 тысяч Наклеек Когда покупаете Попросила Сделать именно На тонкой Вот С тонкой подложкой На наклейках Наклейки На тонкой подложке Правильно сказала Вот И я Ну Выбрать Она разрешила мне Так что я Выберу Какие-нибудь Самые актуальные Сеты Вот И отправлю Так что Мне надо еще Один лист Вот с теми Наклейками Подарочными Распечатать Вот Но я их Обязательно Вам конечно же Покажу Утро у меня Началось Сегодня продуктивным Я уже сделала Целую стопочку Дашбордов Это Печать С глянцевой Ламинацией Такие сказочные Мотивы Формат А6 И А5 То есть Картинки Здесь Одинаковые Очень красивые Иллюстрации Такие Сказочные Волшебные И какие-то Такие В хорошем смысле Волшебные Не такие Как знаете Детские А такие Классные Я люблю Такие Это Видимо Какой-то Либо разные Замки Либо На какой-то Один Замок Похож С разных Сторон Ну Есть и Разные Очень красивые Иллюстрации Прям Супер Ну и формат А5 Конечно Меня Это отдельная Моя любовь Вот такие Замки Красивые Вот с этим Дэшбордом У меня Получилась Небольшая Аказия Можно так сказать В общем Я его В ламинатор Уже когда вырезала В ламинатор В ламинатор Его загрузила Он мне Прошел Через ламинатор Я забыла Его достать Ну то есть Он Из валов Уже вышел Но рядом Лежал с валами И вот здесь Я думаю Будет видно Такая полоса Образовалась Цвета Вот Мне пришлось Его переделать А у меня Еще закончились Листы для ламинации Глянцевые Большие Ну формат А4 А формат А5 Я распечатываю На Один На листе А4 Потому что По-другому Он не входит Ну и там Закладка Если входит И соответственно Ламинирую Полностью весь Лист А4 Вот Ну мне пришлось В общем Так как у меня Остались только А5 формата Эти папки Пленка для ламинации Вот я его Распечатала На А4 Обрезала Заламинировала Именно вот эту часть Потом вручную Все это вырезала Ну короче Как всегда Нахожу способы Все-таки сделать Чтобы было все красиво И аккуратно Вот Все я продераколила Все готово Буду дальше Делать То есть все утро А нет Еще я сделала Разделители Это у нас Прозрачный пластик Так как матовый У меня закончился Только вот Остался глянцевый Из него Я вырезала То есть Вот такой Классический Таб У меня Боковые Пять штук По-моему Или шесть Шесть штук Боковых И пять Верхних Но верхние Я еще не вырезала Вот эти еще Боковые Я не дорезала Вот такие С таким Квадратным табом Я его так Называю Видно я думаю Вот Так что Плотер мне надрезал Мне сейчас надо Буду дорезать Ну и тоже Продераколить Тут уже С этим заказом Все готово Буду дальше делать Вот Еще вырезала Табы Именно Наклейки Для табов Вот Эта пленка Тоже такая Своеобразная Она очень Долго сохнет И мне приходится Вот допустим Я вчера их Распечатала И только сегодня Я их вырезаю Чтобы При Ну Приклеивании При вырезании Чтобы она Никуда не смазалась Эти надписи Не смазались Тут уже такая Немного Противная Пленка Я бы сказала Вот Еще у меня Там красивые Для табов Тоже Бантики Лавандового цвета Девушка заказала И еще Одни я распечатала Чтобы лист Занять То есть я их Распечатываю На формате А5 Потому что А4 Чаще всего Где-то Если Косяк Происходит То Портится Целый лист А его Жалко Портить Вот Поэтому Я печатаю На формате А5 Вот И распечатала Сразу Два набора Так что Вот эти Разноцветные Будут В наличии Очень красивых Таких Пастельных Тонов Будут в наличии Если кому Нужно Пишите Все Я их Аккуратненько Прикрепляю И потом Сзади Прохожусь Скрипком Специальным Это от силуэт Студия Ну от силуэт От От самого Плотера Вот Прохожусь Чтобы Ну не сам Материал Наклейки Там Шоркать Вот А сзади Коврик Так что Сейчас тоже Поставлю загружать И буду дальше Еще Мне нужно Вырезать Оставшиеся Разделители Ну не вот эти Которые Уже у меня Начаты А еще Других форматов Сейчас Поищу Макеты Либо сделаю Новые Ну и буду дальше Потом показывать Все Закончила я все Заказы Сейчас вам все Покажу И буду упаковывать Так Вот этот заказ Тут у нас Калечка С годом Крайние Уже Точно Разделители Из матового Пластика Все Он у меня Закончился Больше я Из него Делать не буду Жалко конечно Что видео Где я рассказываю Про то Что можно У меня заказать Я Ну Рассказываю Показываю Про разделители А сейчас Их получается Не будет У меня В магазине Не знаю Возможно Я Переделаю Видео Ну Вырежу Просто те моменты Где у меня Там про разделители И заново Его Перезалью Вот Пока остался Сейчас только Прозрачный пластик Матового Пока не будет Так Дашборды Я не помню По-моему Я еще их не показывала Это матовая Ламинация Формат Персонал Такие тут Приятные Приглушенные Картинки Коллажи Очень такие Уютные И вдохновляющие Конечно Я люблю Такие картинки Это вообще Отдельная Любовь С лошадками С горами С горами Не знаю Как правильно Вот Все Такие Дашборды Все Этот заказ У меня готов Я кальчику Между ними Положу Чтобы Она туда-сюда Не помялась Так Потом Еще Наклеечки Здесь у нас Числа Идут 4 мм Их тут Много И Табы Получается Чисел У меня было Раз Два Три Четыре Пять Шесть Шесть Штук То есть Как раз На 12 Месяцев Потому Что На одном Сете Идут Два Месяца Все Этот Заказик Готов Сейчас Поупаковывать Еще Отфотографировать Вот Это Самое Главное Так Тут Тоже У нас Дашборды Это Матовая Бумага Без Ламинации Тут Тоже Такие Очень Сочные Красивые Картинки Такая Сирень Очень Насыщенного Цвета Красивая Тюльпаны И Море Потом Две Кальки И Дашборды Формата Б6 Вот Эта Картинка Такая Светлая Такая Прям Очень Атмосферная Вот У меня В общем На этой Неделе Много Таких Картинок Дашбордов На разных Материалах Таких Сказочных Замками С принцессами И какое-то Такое Сказочное Настроение Незобудки Тоже Очень Красивые Белые Я не знаю Какой-то Цветочек Но Гортензия Да Скорее всего Тоже Очень Красивая Фотография Такая Светлая Бабочки Шикарные Здесь Тоже Незобудки Очень Красивые Такую Картинку У меня Уже Заказывали И вот Такие Тоже Колокольчики Подснежники В общем Все Такое Атмосферное Такое Сказочное Я бы Сказала Все Здесь Тоже У нас Все Готово Кальку Я положу Между Листами Чтобы Она Не Помялась Так Потом У нас Идет Еще Пленка Это У нас Формат Персонал Здесь Тоже Очень Красивые Такие Вкусные Картинки Здесь Тоже Серенька Так Вот Такой Яркий Красивый Желтый Дашборд Это Такая Милая Лампочка Так С Пленкой Тоже Здесь Все Потом Наклейки Здесь У нас Идут 4 Миллиметра И Разные Тут Сделали Тут Есть Иконки Которые Мне Заказчица Присылала И Мои Тут Тоже Есть Цветные Здесь Несколько Миксов Мы Сделали Где Два Вида Иконок Здесь Три Такие Конечно Крохотные 4 Миллиметра Они Очень Хорошо Идут В Хабаниче Или В Кинбар В общем Именно В Кинбар Который Викс Который Маленький У него Клеточка 4 Миллиметра Или даже По-моему Три В общем Такие Малекусишные Туда Очень Хорошо Подойдут И Подарочные Тут У нас Два Числа И Два Таких Сета Здоровья Первый Второй Вариант Следующий Заказ Здесь У нас Большой Сет Микс С Наклейками Потом Очень Очень Много Разных Наклеек Здесь 6 Миллиметров И Здесь Конечно Очень Много Всяких Смайликов Иконки Которые Мы Делали На Заказ Так Я их Не так Держу Вот Девушка Не скинула Картинки Какие Ей Нужны Так Что Если Кому Нужны Госуслуги Этот Я Не знаю Не Совсем Я Поняла Что Это Такое Вот Ну Какое Это Приложение И Иконка В виде Этого Приложения Вот Банки Тоже Есть Всякие Разные И Новый Сет Готовится С С С Модзи 6 Пятый Я Уже Выложила В общем Когда Заполнится Полностью Варианты Смайликов Я Его Обязательно Выложу Но Это Уже Те Которые Были Много Всяких Разных И Есть Немного Черно Белых Тоже Иконок И В подарок Про То Что Я Говорила Девушка Выпросила Сделать На Такой Вот Которая Подложка Более Тонкая Я Сделала Числа Развлечения Уборка Месяца Спорт Несколько Цветных Вариантов Погоду И Такой Мне Попался Стаканчик Кофе Я Тоже Сделала Вот Здесь У меня Тоже Все Готово Единственное Жалко Будет Не то Что Жалко Не Очень Удобно Что Лист Один Если Были Здесь Разделители Дашборды Ему Было Было Комфортнее Ехать Но Я В принципе Думаю Что В таком Большом Картонном Конверте Как Я Отправляю Думаю Все Нормально Пленка Формата А6 Я Так Положу Думаю Будет Видно Это Получаются Одинаковые Картинки Что На Формат А6 Что На А5 Вот Такие Красивые Лисички Белочка Еще Одна Лисичка Вот Такая Формата Опять Я Сейчас Быстренько Покажу Полностью Уже Не буду Потому Что Иллюстрации Здесь Одинаковые Так Я Все Продороколила Да Здесь У нас Тоже Такие Большие Только Формата А5 Очень Конечно Так Красиво Смотрятся Большие Картинки Так Пленка Потом Разделители Это У нас Прозрачный Пластик Боковые Табы И Верхние Получается Мы здесь Два вида Сделали Эти У нас Получается По Сантиметру Автофокус Сегодня Мне не хочет Работать А вот А эти Получается Они По 5 Миллиметров Так Что Здесь Так Как Они 5 Миллиметров Не Будут Мешаться Ручки Так Это У нас Формат А6 Потом Вот Эти Дашборды Вы Уже Видели Здесь Тоже У нас Получаются Одинаковые Картинки Что На А6 Что На А5 Очень Такие Красивые Конечно Яркие Насыщенные Картинки Прям Вообще Любовь Это Зимняя Вообще Красота И Здесь Тоже Очень Красивые Иллюстрации Ну и Конечно Опять Давайте Я все Таки Покажу Потому Что Они Выглядят Конечно Шикарно Такие Большие Красивые Картинки Прям Качественные Иллюстрации Вот Это Я так понимаю Фотография Там Рисунок Ну Такой Уже Компьютерный Фотография Конечно Вообще Шикарная Очень Красивые Так На этом По Дашбордам Все Такая Чувствую Будет Увесистая Посылочка Так Потом У нас Идут Вот эти Табы Бантики Вот Они Получается Здесь Тоже Внутри Прорезаны То есть Вы Их Отклеиваете С двух Сторон Ну Листа Приклеиваете У вас Получается Один Бантик С одной Стороны И другой С другой Стороны То есть Они Друг с Другом Склеиваются И Такой Красивый Бантик Полупрозрачный Будет Так Как Сама Пленка Здесь Прозрачная Вот Потом У нас Месяца По-моему Пять штук Да Пять штук Месяцев Месяцев И Таба На русском Три Набора Тоже Все Готово Следующий Заказ Тоже Такой Пухленький Здесь Здесь У нас Очень Много Надписей This Week 20 Сетов Вот Такой Запас Готов Потом Посылочки Кроссовки Покупки Этот Стаканчик Стиралка И Пылесос Подарок Здесь Шли Четыре Сета При Заказе От Двух Тысяч Идут Четыре Сета В подарок При Заказе От Трех Тысяч По-моему Или Четырех Надо Посмотреть Идут Десять Сетов Девушка Выбрала Такие Разноцветные Кружочки И Капельки Сейчас Конечно Уже Вечер И Солнце Садится И Вообще Плохо Видно Но Надеюсь Я Вот Здесь У нас Тоже Пленка Такие Шикарные Черные Дашборды Вживой Они Выглядят Конечно Очень Круто Не Устаю Удивляться Фантазии Моих Заказчицы Очень Красивые Иллюстрации Морюшко Здесь Морюшко Ночные Городы Вот Очень Интересные Мы Сделали Разделители Я Получается Давно Как-то Делала Но Там Правда Были Табы Другие А в этот Раз Девушка Попросила Вот Такие Они Выглядят Очень Красиво Такая Палитра Здесь Красивых Шоколадных Оттенков Разного Разного Формата В общем Девушка Мне скинула Картинки Мы Мы С ней Выбрали Формат Вариант Таба Самого Здесь Вот эти Квадратные Большие По сантиметру Которые Вот И Я их Сделала На Ну Получается Разделители Печать Плюс Матовая Ламинация Такие Интересные Красивые Тоже Иллюстрации Мотивирующие Я думаю Надписи Какие-то Я думаю Очень будет Красиво Восмотреться В самом Планере Ну И цветовая Гамма Конечно Прекрасная Я люблю Такую Такие Малыши Готовы Я думаю Смотрится Вообще Бомбезно Особенно Если Я не знаю Какая Обложка Будет Я думаю Шоколадную Какую-нибудь Обложку Будет Вообще Здорово Так И еще У нас Здесь Наклеечки Тоже Разные Иконки В основном Тут По-моему Черно-белое Так Затача Да Здесь По-моему Только Черно-белое И Вот Задачи Цветные Были И Все Так Ну Все Заказы У меня Готовы Сейчас Будет Все Это Упаковывать Наверное Снимать Уже Не Буду Потому Что Совсем Темно Становится Сейчас Быстренько Упакую И Потом Либо Буду Записывать Еще Какое-то Включение Либо Нет Если Нет То Большое Спасибо За Просмотр Надеюсь Вам Провести Это Время Всем Огромное Спасибо За Просмотр И Пока-пока